Которая брат Лазарь, Холин, была та, которая помазала Господа миром эти родоноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему, Господи, вот кого ты любишь, Холин? Иисус, услышав тот, сказал, это болезнь не к смерти, но к славе Божией. Да прославится через нее Сын Божий. Иисус же любил Марку и сестру ее, и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам, пойдем опять в Иудею. Ученики сказали ему, Рави, давно ли Иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда? Иисус отвечал, не двенадцатый часов во дне. Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним. Сказав это, говорит им потом, Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудительно. Ученики его сказали, Господи, если уснул, то выздоровеет. Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо, Назарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы умеровали, но пойдем к нему. Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам, пойдем, и мы умрем с ним. Иисус пишет на шум, что он уже четыре дня в гробе. Вифания же была в лес Иерусалима, в стадии в пятнадцати. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии, утешать их в печали, а братья их. Марфа, услышавши, что идет Иисус, пошла навстречу Иисусу, и Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой. Но я теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог. Иисус говорит ей, воскреснет брат мой. Марфа сказала Ему, знаю, что воскреснет воскресенье, последний день. Иисус сказал ей, я из воскресенья и жизни. Верующий в Меня, если умрет, поживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сего? Она говорит ему, так, Господи, я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир. Сказавши это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря, Учитель здесь и зовет тебя. Она скоро услышала, посмешно встала и пошла к Нему. Иисус же не входил в селение, но был на том месте, где встретила Его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, Пошли за нею, полагая, что она пошла на круг плакать там. Мария же, пришедшая туда, где был Иисус, и увидевший Его, Пала к ногам Его и сказала Ему, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат твой. Иисус, когда увидел ее плачущую, и пришедших с ней иудеев плачущих, Сам воскорбел лупом и возмутился, и сказал, где вы положили Его? Говорят Ему, Господи, пойди и посмотри. Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили, смотри, как Он любит Его. А некоторые из них сказали, не мог ли сей, отверзший по числему, сделать, чтобы и этот не умер? Иисус же, опять скорбя внутренне, приходит как в руку. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит, отнимите камень. Сестра умершего Марпа говорит ему, Господи, уже смертит, ибо четыре дня как Он в огрубе. Иисус говорит ей, и сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию. И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел отче к небу и сказал, отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня. Но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня. Сказав это, Он послал к ноги в голосах, в глаза и дихо. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам, погребальными пеленами. И лице Его обвязано в цеплях. Иисус говорит им, развяжите Его, пусть идет. Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевшим, что сотворил Иисус, веровали в Небу. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи забрали совет и говорили, что нам делать. Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него и предадут римляне и обладеют и местом нашим, и народом. Один же из них, некто Канапа, будучи на тот год первосвященников, сказал им, «Вы ничего не знаете, и не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Съезжу, он сказал, не от себя, напудучи на тот год первосвященникам, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать поедино. С этого дня положи убить Его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим. И там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха Иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим пред Пасхой, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса, и стоя в храме, говорили друг другу, как вы думаете, не придет ли Он на праздник? Преосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто-то знает, где Он будет, то обыдевил бы, дабы взять Его. Аминь.